Ну, явно это не фулл-агра-лайнап. Ну, у них очень похожи были колоды с Мази в целом. Там, смотри, из четырех участников Куанет тоже играл на анти-агра-лайнапе. И только Ант привез вот такой супер-супер такой быстрый агрессивный лайнап. То есть три мид-рэндж лайнапа, назовем это так. Точнее, два мид-рэндж, один анти-агра и один агро-лайнап. На Европе было 2-2 в этом плане. Ну, и показывает нам уже, что там в разгаре некоторые матчи. Один из них традиционно будет залетать как второстепенный, может, даже и несколько. Ну, а пока готовятся участники ТВ-трансляции шестого тура. Это у нас Паттайяо и Трэдс Рид. Да, именно эти ребята сыграют далее, сыграют в последнем круге и могут спокойно себе пойти поотдыхать. Друзья, напоминаем, что вся трансляция разделена на две части. Сегодня мы смотрим подготовительный такой групповой этап. Завтра финальная часть с определенным посевом. Кто будет как дальше выходить по сетке именно уже в Шанхай. Насколько я понимаю, это единственная причина, для которой мы доигрываем до финала, до конца. Потому как денежных средств от этого больше не получают игроки. Это просто определяется посев. Вообще, честно говоря, ну да. То есть это единственная причина, по которой нужно доигрывать. Да. То есть четыре игрока проходят на ландфиналы в Шанхае, на весенний чемпионат. И то, какую позицию займут ребята, будет определять посев по группам. При этом уже более-менее известны участники остальных регионов. И в теории можно даже как-то подстраиваться. Да, есть такое. То есть можно подумать об этом на будущее. Друзья, нашел я статистику. В самом начале, на 13-й минуте мы показывали Друид. Результат пика 84%. Паладин 81%, процент пика Войн 69%, Мак 59% и Шаман 41%. Ну и тут классическое уже противостояние Агро-Шамана против Пират Война. Михаил жаждет, чтобы нам 7 раундов показали. Нет, спасибо. Спасибо, Михаил. Вы очень добры. Сами, значит, уснули. Наверняка на клавиатуре, так что кнопки отпечатались. Аккуратнее, Игорь. Михаил может про вас, про вчерашний эфир то же самое сказать. В смысле? Я на подухе спал себе спокойно, ждал эфира и просто вырубился. Достойно, достойно. Ну, эфиры в 4 часа ночи самые лучшие. Я считаю так. Так, что Паладин против Пират Вара, где-то мы видели уже это сегодня, причем неоднократно. Старт захвачен у нас 30 ридом. Ну и будет тяжело. Патойяо играется. Миротворец Салдуров, который смиряет ненадолго разъяренного Берсерка. Далее Нагокорсар. Все вылетает вообще по-быстрому. Картонки шлепаются. Ну, какие тут еще варианты? Просто улучшаем пушку и топим в лицо. Шансов немного, откровенно говоря, у Паладина при живом Берсерке и отсутствующем клинке. Монета и карта, на которую делается вся основная ставка. В данной ситуации от Паладина. Это Мурлинзя. Поможет? Не уверен. Тут прямо сейчас уже почти убиваешь своего оппонента. Что, что? А нет, смотри. First Legend Deck Imp Master Token Druid. Imp Master? Серьезно? Imp Master Token Legend. То есть, подожди, Imp Master это не Талик? Это владычица бесов. Да, карта за три кристалла маны, которые спамят. Это же обычная токен-колода друида. Ну да. Что, не играл на такое что-то? Конечно, играл. Зачем там, например, если брать старые... Варенье играю обычно на таких. Ну, это первое, да. Зачем там играть, например, учительницу магии, если можно... Да, они сами спамятся. Зачем все это придумывать? Согласен. Что-то там с пылы какие-то раскручивать. Просто там какую-то создаешь имитацию бурных действий, а у тебя... Стенкой закрылся, а у тебя бах, и поф, уже стол заспамят. Может быть, сейчас как раз-таки он взял не так давно легенду, там, пару месяцев назад на такой колоде. Первую. Представляешь, сколько он потел? В вольном режиме. В вольном режиме. Я просто вижу уже эти страдания и боль. Так, тут у нас в разгаре уже все игры. Крайне с виртуалом играет Сидиза Напа против парня из Южной Кореи. Никнейм которого не переводим. Ну и мейдж против стилы. Катает в новый пиджак у Фродана. Он как индейец такой же выступает. Индеец? Ну, похоже на индийскую раскраску. Он не спрашивает, не спрашивает. Наконец-то решил раскрыть свою сущность и показать всем, что он индейец, оказывается. Возможно. Возможно. Это не исключено. Так. Ну что, Пират Воин в бане для Патаяо. А вот Трэд Срит не сыграет на Агро Мурлок Паладине. А Пират Воин уже принес победу японскому киберспортсмену. Ну, катки быстрые, друзья. Мы видим, что тут особо не задумываются лишний раз оппоненты. Это приятно. Затем наблюдать динамично. Тотем Палео Мурлоков видим. Агро Шамана. Нет, друзья, сегодня мы посмотрим максимум 6 раундов. Если вы зайдете в сетку, то там по информации все есть. То есть это регламентировано. Конечно, Близзард могут все переиначить, потому как вроде как действительно идет все достаточно бодро и быстро. Но по информации, по первостепенной, только лишь 6 раундов мы посмотрим. Да никто ничего не будет добавлять. Какой в этом смысл? Просто можете нажать обзор или информация. Там все написано. Что такое токен Друи спрашивает? Ну, вообще токен колоды, это колоды, которые нацелены на проспам стола. Вот, к примеру, сейчас происходит спам токенами от Шамана при выставлении Тотема Палео Мурлоков. Токены это те юниты, которые появляются от других существ при выполнении каких-то действий. Или просто вот в конце хода Тотема Палео Мурлоков добавляют Палео Мурлоков. Палео Мурлоки. Вот, как мы видим, Палтаяо участник команды Таиланда в рамках Харстон Global Games. Вот, ну и, как правило, используется с какими-то пробафами на Друиде. Это просто современный... Современный агродруид формально тоже является токен колодой, потому что там много такого проспама. Вот, ну а старые токен друиды играли на ученицах, точнее, учительницах магии. Была еще после версия с различным там распамом в виде яиц. Там не рубское яйцо. Было, было, было. Ну и, как правило, есть еще какой-то баф, взрывной урон на Друиде. Это Диккерев, плюс другие пробафы различные. А на Шамане это Жажда Крови. Ну, играется, как правило, в двух копиях. Ну и что, Свин. Типа Мороуза. Ну, да, формально Мороуз дает также токена. Но как-то эта карта особо не прижилась. Пробовали ее играть в Агропаладине изначально. Потом, когда появилась только первая редакция квест-разбойника, также там присутствовал Мороуз. Через распорядителя темнолесия, как раз-таки, но это было медленно. Немного. Было дело. Еще, причем, Агропаладина редакции прошлого дополнения. Было такое. Что, защитник холмов выходит от Трецрида. И дает еще одного защитника холмов. Или что-то поинтереснее. Выбирает элементарно земли. Самый главный вопрос, с той или стороны Трецрида поставил. Таун. Или нам опять кажется? Ну, тут уже мы не можем говорить по поводу позиционирования, поскольку уже очевидно, что есть баг с режимом наблюдения в плане того места, куда выходит тот или иной юнит. Видели мы неоднократно, как там скачут эти карты. И, чтобы вы понимали, зрительно там дается метеор, который бьет через, там, карту. Это то, что мы видели своими глазами сегодня. Есть предположение, что это баг режима наблюдения после последнего обновления. Да, Мороз не играет нигде, ребят. Вы серьезно? Все сетуют на то, что... Его, знаешь, все распылили. Я заставил всех распылить карты. Распылили, а потом, когда Мороз, короче, заиграл в квест-разбойник, и все такие, о боже, и начали крафтить. А потом Мороз снова перестал играть. Вообще, пылить карты, которые играют, не лучше. Но, если очень мало пыли, если нужны карты, то... Есть прошлые дополнения, которые уже ушли, которые вне стандарта. Там, понятное дело, если ты не играешь в вольный режим. Я все равно не пылю. Я в том числе. Вольный режим тоже все распылили, а теперь такие, о, ну мы распылили все карты, как нам играть в вольный режим? Ну, а кто доктор? Так, там есть миллиард колод, на которых ты можешь играть в вольный режим. FaceHunt, токен-друид. На FaceHunt вольном побахать? А что, думаешь, не пройдет? Так, немножко тут проспавили стол. Pirat-Voin, в конце концов, боже мой. Верите в Pirat-Voin вольном? Pirat-Voin Face идет. Свин за одно стеклышко, 5-5. Победу принесет. Победу принесет. В Pirat-Voin в вольном режиме? Да что-то не особо. Pirat-Roga топчик. Pirat-Roga, да, огонь. Что, квест выполнять будем сегодня? Разбуйница. Ваниш. Да, говорит, будем. Забирай обратно себе добро, мурлочи. Жух. Жух и минус портал. Минус портал не страшно. Нечто из глубины. Продолжаем спамить. Выполняем легендарную задачу. Есть у нас вторая подготовка. Все достаточно бодро. Негодует Red Thread, что потаял. Получает возможность превратить кабанчиков. О, ну все, пошли. Да, что началось в результате? Непонятно. Да уж, неприятная ситуация. Кроможадный Корсар от Red Thread появляется на столе. Глазастик. Классно прыгают карты. Скачут до пельгенгстера. Нет эволюции. Заставляем оппонента уходить в размены. Совершенно справедливо. Но жажды крови, как мы видим, тут попросту нет. Нет ни жажды, ни эволюции. Но тут уже, думаю, квест разбойник не отпустит. Ну и есть осколок у нас ледниковый, ледниковый, благодаря которому можно просто заморозить существо. И все. Что делать с таким столом, непонятно. Еще один дупль гангстер. Это не то. Ну, вариант только один. Ставить прямо сейчас элементаля земли, получать гигантскую перегрузку и добавлять сюда еще что-то. Будем продолжать убеждать оппонента в том, что у нас есть жажда крови. Вариантов нет. Вынужден играть тут на все. А тут летал. Японский игрок. Да, летал, 100%. Ванишем возвращаем все в руку и играем за него. Воровка возвращаются и... Клинки активированы. Это дает возможность леталить с помощью пирата Южных морей. Ну что ж, квест разбойник. Такой квест разбойник, что может переезжать как агрессию, так и контроль этим. И хороша эта колода, и поэтому многие негодуют на ее счет. Но что поделать, вот уж как придумали, так и есть. Не дают возможности развернуться более медленным колодом, более медленным квестом. Но вера в добро от Близзард, друзья, и громкий смех Бена Бровда еще никого не доводил до хорошего. Поэтому ждите через полгодика. В смысле? Тир-2 колода уже. Тир-2 по метаотчетам о Темпо Шторм. Темпо Шторм в Тир-2 записала квест-трогу. Все. Если Темпо Шторм записала, то... Значит, волноваться не стоит, ребята. Все хорошо. И нет никаких проблем. Ждем дальнейших событий. 1-1. Сравнивает счет у нас представитель Таиланда. Пока быстрый взгляд на сетку и посмотрим, что у нас здесь. Остается 32 участника в турнире. И... Уже 4 игры. Леньше половины, между прочим. Сыра нам. Начиналось все с 73 участников. Через пустышку проходил там Том. Да, Том. За счет того, что именно этот игрок получил наибольшее количество близпоинтов перед стартом весенних отборочных в АПАК. Сделать свина, говорят, за 2 маны. Как тебе? Афьепри-то тут при чем вообще? В смысле при чем? Бедный свин. Нет. Итак. Паладин против все того же Шамана. Продолжаются попытки победить на этой колоде. Огневичок на столе. Монета. Выпускаем Озерного охотника. И начинаем уже сейчас биться. Неистово биться за этот стол. Джейд колем. 1-1 появляется на столе. Мы получаем идеальный размен. К сожалению, грустит в сторонке охотник Озерный под номером 2. И не можем мы разыграть сразу же. Или можем? Не можем надеться. Не можем. Показалось. Смотри какая сказочная рука просто от Паттайяо. Единственное находит когти Трэцерит и возможно именно этот момент принесет ему победу. Пошел проспам Палео Мурлоков. Третий ход для Паладина. И что? Можно на полководец сильно. Полководец ты боишься тотема Языка Пламени. Проспам боишься портала под СПД. Легчайше просто. По-моему Трэцерит что-то знает. Вот еще волшебная аномалия. Смотри-ка. Ну мне тут две эволюции больше нравятся если честно. Ну сейчас нужно играть Консекрейшн иначе. И минус стол выживает только тотем Палео Мурлоков. Но он продолжит работать исправно. Здесь можно сыграть призыв тотема и нечто из глубин. Помещается по мане. Да, и продолжает отрабатывать это кстати завод по изготовлению Палео Мурлоков. Ну и насколько бы шикарная рука не была от Паттайяо, но не вытащит он уже в этой партии. Тяжело будет. Может быть и вытащит конечно, но будет невероятно тяжело. Верите в две эволюции? Практически невозможно. Ну все зависит от существ, который принесет нам первая эволюция. Еще разок, я думаю. Ну да. Как-то не зашло. Вот это поинтересней. Тут еще выйти сразу может ходить на шестеру. А сейчас консекрейшн? О, да, детка. Хорош. Зачистка всего стола. Громага. Крестоносца. Ну и конечно же анамауса. Минус стол. И тут что-то как-то разрушил. А вот Паттайяо повесил все хорошо все бодро ты об этом еще пожалеешь думает тароцерит но это не точно но я продолжу делать свое дело из память огневичков и элементарий но хорош маргалотека начинается мурлоки кучкуются в банду и тут инволюция еще один аллакир много аллакиров не бывает что сначала объем в лицо на стенке не норматься можно просто навестника но если ты получаешь весь не я думаю я думаю в лицо объем после этого уже инволюции согласен смысл он будет стенка тебе придется давать своих существ лучше сохранить про спам под жажду крови возможную согласен можно было окей оставить одного просто есть хилтон очка потому что всегда там будет огонек вроде как это реализация хила 2 консекрешна вышла для паттаяу есть клинок серебряным напылением и мы разбиваем одно из существ а на второй у нас просто не хватает атаки то придем на а я можно выходить на стол временем дискуссия у нас между михаилом развязалась и чатиком лебедь не понимая тоже как может кабан за одной стеклышкой 55 идти сразу в лицо свин сейчас попытаться понять нападки на сильные колоды которые бесит работяг но всю жизнь были колоды которые всех бесили всю жизнь комьюнити ныло в каждом из дополнений сначала это были какие-нибудь знаю охотники миракл разбойники старые потом это были секрет палы агро шаманы мид шаманы патроны войны кстати еще патроны комбо друи вот комбо друид у меня вообще до сих пор я просто хохочу на то что ныть про комбо друида но она шикарная одна из лучших колод нормально колода была вот теперь просто реально где там надо и поздравить по считать это не подберу козел отпущения это клавяне выстрел разбойник но тогда не козел а коза должен разбойник разбойник класс ну исполнитель-то разбойница все-таки махев ладно а мех мага забыл да много таких колод друзья вы сами прекрасно все помните но именно таких чтобы запоминались прям вот с болью в сердце вроде секрет полы их в каждом дополнение этого агро шаман вспомните с пламенными безликими как как любили их абсолютно все ну и шутки шутками калда сильная но она не является самой сильной в игре не является бездумной колодой поэтому все это нытье но от скуки причем сколько жив хардстоун всегда есть вот подобные колоды которые вызывают подобную реакцию и я вас уверяю они будут в дальнейшем от этого никуда не уйти ну и на какой же тварино зануда естественно это тварино зануда это ты во всем виноват я вообще в и виновен во всех грехах хардстоун александр как вам не знаю мне очень стыдно не надо так пожалуйста больше стопим летал 9 единиц урона в аккурат и ничего тебе не дает этот тотем но вернее этот кода неплохо сыграно и это все такие 21 паттаяу дает возможность забить себя с помощью лакира им остается одна колода лишь у трет среда ну что ж началось все достаточно бодро для паттаяу но трет сред оформляет уже две партии кряга к ряду и остается лишь одно противостояние от него о чем-то там активно совещаются со своими предводителями в рамках той или иной таверны все ли в порядке нормально ли идет коннект ну и мы ждем решающие возможно партии быстренько пробегусь я потому что происходит у нас турнирный таблиц уже более половины игр сыграно но спойлерить я вам конечно же не буду просто скинул ссылку в чат на таблицу либо вы можете вы сами себе заспойлерить восклицательный знак сетка все верно лебедь проснулся в боевой готовности и просто ссориться с работягами это называется конструктивная очень скобочка конструктивная дискуссия да спросите в чем конструктив в чем а вот вот это основной конструктив сейчас бы проснуться поспать до проснуться и начать ссориться с работягами которые смотрят тут просто между прочим с самого начала именно есть и такие беззащитные ребята на которых вообще нельзя нападать заканчивается заканчивается михаил хватит это терпеть не знаю у меня только один совет вот для таких людей которые агриться там на строгу ну надо расслабиться и получать удовольствие нравится не нравится квест разбойник играйте на каудах которые контрят квест разбойник это агрессивные деки типа я же не такой я не играю на глине ну играй на контроль колодах кто тебе мешает квест строги мешают ну не знаю играй тогда в аренку не хочешь играть аренку на отдых нет хардстоуна подожди нового дополнения ведь скоро новая мета контроль не за горами контроль уже завтра друзья в каждом просто все эти обсуждения на протяжении это бесполезно года и нет и такое чувство что ну люди сами сами себя накручивают и забыли вообще для чего но изначально мы играем в эту игру продолжают есть кактус знаешь там есть выражение ёжики кололись плакали но продолжали есть кактус как-то это в общем ребята нужно с этим что-то делать не маргал классно ребят не маргал классно спокойнее надо быть добрее любить игру себя по поводу других уже сами смотрите когда новое приключение но по идее ближе концу лета то есть еще не так скоро но и не за горами опа оп идеально для такой колодки неплохая картишка что еще и давай хорош давай удача любит смелых и тут раз-два нет ну ладно все равно неплохой опенинг очень даже для секрет мага но он пытался он очень сильно хотел но не вышло ежики а мыши облины и здесь опять облажались камень-ножницы бумага весь хардстоун так в этом нет ничего плохого камень-ножницы бумага это в какой-то степени баланс но и приключение для дополнения дополнения приключений как таковых уже не будет к нам объявляли blizzard зато теперь каждое обновление будет приносить по 132 карты новых минус паки что продолжаем играть кстати от защитника что приятно 1 единица здоровья это неплохо но тут 3 3 сделать все четко выхватывает еще пятерочку по то я у лицом какое у нас продолжение на 5 есть мегазавр но вот это да монозмей монозмей перебор колоды интеллект приносит две карты можно еще что-то поискать дешевое например петроглиф за единичку идеально о бесплатные спеллы контур спел ибо на змей который нанесет еще в трешку или четыре единицы урона кого вот убивать то теперь есть предложение сама пожертвование улетает на антимагиум 4 маны остается для паттаяу следуй правилам my friend ну вот что-то как-то загрустил паладин простите но вы в огне 7 единиц здоровья остается и выход какой здесь выход ну вот кстати неплохая приезжает выход в окно окно всегда помогает классно повезло ли то неплохо сыграно паттаяу такой ребята там 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 такое там страшно вырубай 30 срит благодарить своего оппонента благодарить всех кто болел за него и этот парень имеет весьма неплохие шансы побороться за выход в топ-8 и затем и за четверочку за путевку в шанхай да но у него по-прежнему есть одно поражение дядя режиссер можно вы снова проснетесь нет это так не работает ажа нет александр наивный предположение можно конечно бросить чашкой но тапком тапком да режиссура живи живи видим друзья у нас вот англоязычная студия аналитики попал пополнилась новыми персонажами новыми персонажами которые сколько нам удалось выяснить это ребята которые занимаются организации турниров в своем регионе по хардстоун в индии и вот ближайшем округе да это классно что мы теперь знаем их имена но нептун и живи живи хороший никнейм но живи есть такой никнейм уже в команде фанатик только джей в по кс го неплохо есть предположение что это местный аналог гаррика мартиросяна и ивана урганта думаешь вот до такой степени до америки дошло возможно возможно не исключено мейдж против стило следующая схватка за которой мы уже начинаем смотреть со счета 2-1 причем им тоже выделили вебки впереди у нас представитель подожди мейджи был вроде из австралии а тут он уже и новый новая зеландия ну мне кажется стоп-стоп-стоп подожди-ка но это сто процентов был по моему но сейчас флаг новой зеландии а мэйдж ли это вот стила похож да по моему мейдж да он такой был у него была такая короткая стрижка еще вспомни менее был был такой игрок ломается у нас заряд нефритовых когтей застег на стол добавляем сюда еще и колдовского ворона с него сосредоточен ну как же здорово сейчас зайдет портал сыграем мы от портала то может должно нужно играть жадничать тут не надо даем по часа бьем огненным или мы в лицо и таким образом портал заберет лишь одно существо размены тотем зелька пламени на следующий может появиться и будем прямо сейчас его отыгрывать все-таки портал а может на белку просто прожмем а на следующий сыграем инволюцию и портал как вам не будем тратить ресурсы вы никуда знатки флагов подъехали в чате и что пишут в реально это же флаг австралии твары нанесен во флагах начинается ребята открываем значит флаг новой зеландии и австралии и неистово сравниваемся и машем сравниваем и машем все-таки татэмом языка пламени был выставлен что же делать третий ход стила в замешательстве что же что же происходит что же творится до такого хрустовёчка но зато мы разбираемся с татэмом языков пламени прямо сейчас причем по столу не выставляем замечаем что два друга есть в колоде стилу нужно проверить что там касательно дек листа интересного происходит потому как видели мы в колодиях у одного из агро друидов сегодня двух звероводов и это колода без звероводов тут лишь одна гидра один ползунга лака один вожак северных волков ну и далее по накатанной голодный краб их два кстати может полакомиться палео мурлоками при возможности способность героя в очередной раз дается очень аккуратно играет стила вокруг инволюции есть предположение что живая мана не будет сыграно вообще в этой партии ну классная комбан живая мана инволюция круче только живая маной исчезновение до живая маны и исчезновение не так хорошо на мой взгляд затягивает шаман свои узы агро друида нужна эволюция но пока что это пират глаза стик можно сыграть через нефритовую молнию добавить патчис например нам чтобы разобрать стол ну если ты прям хочешь разбирать этот стол но мы не будем играть дупель гангстер а почему так непонятно сэйвит эту молнию почему дупель гангстер именно сейчас знаю дупель гангстера можно было еще поберечь ход у тебя уже j33 вышел бы на стол возможно пытается запутать показать что у меня нет возможности составится верно добирает карта стилу ворон получает про бафа вот и дикий рёв это уже интереснее но мы можем с помощью рёва разобрать этот стол но поставить только джейда 22 нужно ли это если мы прожимаем обилку и ставим краба том оставляем два существа 22 я думаю что нужно даже через рёв будет ну рёв хорошая возможность просто забрать всех мопель гангстеров страшно правильно хотя формально ну а стоило ли это того не проще ли было бы прожать обилку и забрать двух из трёх по сути да вопрос ты захоронял дикий рёв вот не знаю стол и рёв размена одной карты ну и тут размена всего стола для мэйджа а то еду уже 33 максимальная мы тут увидим 66 пусть минус дуэйд спорте медвежка то пойдет и еще один дуэйд в форме медведя еще не холмов еще один а лакир что-то сегодня прям нашим банам насыпала за всю боль что называется мы не так давно я слышал обновление было ну кстати ощущается реально а тире он не каждый первой картой иногда даже вообще не приходят слышал я такие страшные истории и что делать-то инволюция точно не вариант нельзя надавать инволюцию корсар но корсара ты не хочешь отдавать и корсара вообще вряд ли будет сыгран потому что есть ползунга лака вот этот вот поэтому корсар чик будет сидеть себе при спокойно в руке грустить и ждать какой-нибудь следующей катки не в этот раз ничего личного что лакир если не были на выбором лично окея только их не выбирали были более интересные предложения и вот он лакир ветра повинуйтесь мне вы как назойливые мухи вот задумались тут мэйдж вместе со стилу понятное дело что финальная стадия мэйдж немного уже клюет носом все-таки усталость сказывается кстати был с порталами мэйдж науки сегодня действительно было было такое но нет смысла играть ваш одного корсара что пишут скидывают на то что на арене за мага из трех защитников холмов ни одного тиреона не пришло за мага грустно ясно понятно cool story боб грустная грустная история очередная вообще хардсто он жестокая игра 18 плюс я думаю что да сейчас сколько 6 плюс 6 плюс на ну я бы не верил нужно как минимум 14 плюс вставить слишком спокойно станет тогда думаю не пойдет ах что снова путь к лицу открыт неужели стила все-таки сумеет навязать борьбу и зацепиться за эту партию инволюция я второй дроп четвертый и первый более-менее нормально только что там делать если живая мана придется ну как что это уже на таком этапе по барабану ну не вернет оппонент кристалла маны ну и что тут еще и краб сыграет оп там два краба поэтому мейдж что-то отпустил просто ситуацию будет наказан ух ты как красиво два корсара супер просоленные моряки высаживаются просто на эту поляну со своей шлюпки пушек ломать тоже обменялись озарение классика жанра с пустой рукой на агро друиде немножко взбодрился нужно меняться для стилу компонента более пассивная колода более зависимая от этого стола но нет свое видение размены для слабых сморг а я черная лапа убираем 4 демиджа со стола 6 будет убирать а трейд именно с миливаром о да детка еще крэй газ еще таких топ деков как же сейчас у стива то я думаю не воспламенилось стул или дом где то в том районе опа да еще и стеточка подъехали сейчас кажется кто то там нечто из глубин Ну классный, классный. Да ты об каменного когтя. Блин, мне его даже немножко жаль. Как немножко? Сильно. Сильно, сильно жаль. И сейчас живая мана. Супер. Вовремя. Спасибо. Спасибо тебе, Хардстоун. На, ребята. Зато мы можем рев сыграть, например. когда-нибудь потом озарение ах точно у нас же лишний горе стало стать то ничего страшно мой бог просто топовые размены будет играть может себе позволить просто жесть да не ну как бы семеро то может в лицо ну что тут уже что лишь лишку разуверился что ж ты делаешь мэйдж что же ты делаешь друг сундук а почему не в лицо можно как-то понял вичок тоже неплохо просто озарение озарение огневичок это знаешь как комбинация топ-1 легенды а там не было ли летал вообще да нет 33 демоджа не было на столе ну давай стилу что делаем размен тотема каменного когтя и еще два существа 12 появляются на столе до не простых а особенных элементалей и они теперь очень опасные ребята еще не что и вот сейчас еще тотем исцеления и прям край газ что за размены вот я реально уже все происходит вообще мы выигрывать еще не будем нет причем мы понимаем что там ну реально только озарение могут быть какая-то был бы пробав он был бы сыгран там ничего не может быть кроме озарения в лицо мы бьем сегодня давай разменяемся такое лицо я размен алло хорош трейдлорд сандер мы сегодня до фатига будем играть до эту партию так предчувствую в поддавки пошли ребята катать ну сейчас просто дождется до какого-нибудь йога йога кстати в агро друиде мы не видели да уж это было бы слишком там спилов то немного для йога вот озарение как раз кстати спилов то там нормально под юга что там а смотри озарение знак лотоса метка и шараджа сила дикой природы это уже десять спилов да в принципе еще кто-то там живая живая мана это получается двенадцать двенадцать из тридцати это причем ну типа дефолт кто-то может играть еще одну копию размах это 13 заклинаний ну да прикольно лицом забираем тотем каменного когтя худощавым древом атакуем по нечто из глубины на этом все еще допельгаз просто но от бестолковые топ-деки на топчик как они вот сейчас мы начинаем путешествовать в трейд хода три назад бы ты убил его уже рейд класс александр показывает показывает уже и все блин на самом деле это было бы смешно если бы не было так грустно да но сила не позади не позавидуешь просто но парню и никому такого не пожелаешь тем временем друзья у нас по ситуации в группе за шестой круг все завершилось режиссура очнись друже кину в него давай все ребята минус дядя Денис Денис проснись проснись не просыпается ребята ребята я надеюсь я бы это вам показал честно честно показал Саша пошел уже ну справедливость должна быть восстановлена говорит Александр все хорошо все уходит на нас дядя Денис немножко устал переработал и так у нас завершается очередная серия уже шестого раунда я думаю что нам как минимум еще одно одно включение покажут а может даже и два или прям уже все есть вот прям все есть пока мы смотрели эту партию у нас по сути уже вам все определилось то есть у нас единственный момент восемь представителей которые так слышу игру слышу игру хорошо но не факт что это игра восемь представителей не факт что это хардстоун восемь представителей которые закончили с одним поражением и лишь один избранный сейчас посмотрим что за игра нам там подъезжает дядя Денис а что там показывают с такой торжественной музыкой можно мы одним глазком ага вот да это будет еще одна игра citizen napa против син мьянг су агродруид и дискармак в мбане 1-1 счет но это точно вот либо а вот это Австралия уже вот это Австралия это точно все продолжаем рубрику занимательные флаги ну и так одна из последних если не последняя встреча на сегодня и это вновь пирот воин да и пирот воин еще и с огневичком против шамана и это матч насколько я понимаю все-таки матч за выход citizen napa и представитель южной кореи с иероглифами спасибо которого я не идентифицирую никогда супер спасибо там там кстати проигрывает свою партию друзья 4-2 у него общая статам по итогам ну что поделать что поделать как же быть знаю я как идентифицировать от молодого человека сиом янг ну показывали в превью нет ну вот на старте когда показывают лайнапы игроков там по-английски был никнейм его написан здорово еще бы в сетке также бы он был написан и в колодах это было бы слишком просто вообще было бы классно но я наверное слишком много прошу так тут солдат златоземья смотрит на дерзкую налетчицу не понимает что происходит куда он попал ребят ребят это что у него лицо больше чем прям весь этот пират он настолько суровый а может быть там ни ручек ни ножек это просто бюст памятник да такой неплохо который максимум головой может тебя лбом просто по шапке бам перепрыгивающий огненный элементаль какой мы видели уже сегодня такс пошел качаться разъяренный берс крюк набирает солдата и нефритовые когти для шамана призывается тотем это гнев воздуха минус демон бездны и пламенный элементаль может идти в лицо он бьет гороша на верите александр что пойдет сейчас берсерк размениваться вот честно как на духу давайте да да берсерк пойдет размениваться в стол конечно 7 демиджа сейчас бы в стол отдать да точно не 7 а я думаю что а тут еще будет да размен получается 8 демиджа и еще двоечки на десятку можно ну на десятку и будет да а знаешь почему не пойдет в размен потому что не с кем будет размениваться так бы пошел законтрил просто шансов не оставил никаких вижу мат в 4 хода да давай еще прокачаем берсерк чуть-чуть убьет ли меня воин сейчас думает наверняка уже не ну тут один офф да да прям совсем ужас какой один офф видал уже пламенные лемочи да слона то я и не заметил друзья 2-1 и у citizen up остается матчпойнт в этом противостоянии да уж бодренько проходят игры бодро бодро весело задор но хочется проспойлерить очень сильно кто остался кто вышел ну сделать я этого конечно же не могу интересно что один получается окажется за бортом потому как 9 участников в равных условиях там оказывается только ну вернее 8 участников в равных условиях один не проиграл ни разу и далее идет восьмерка тех у кого 5-1 стата ну и будет все равно еще завтра день шестой тур это всего лишь предпоследний раунд швейцарки все решится завтра в 7 раунде ну а пока досматриваем друзья этот матч и правда уже много времени прошло со старта трансляцией но ничего страшного правильно неприятность эту мы уже почти пережили поэтому все хорошо уже и спать не хочется уже не хочется сейчас кофеечку бы еще и что там по танку нет турниров никаких может пофоткаться там с фотками у меня будет история мне надо их допилить сегодня жалко что матука мало показали матука матука не показали матука стрим запустили до часов так где-то 12 назад нет в руне 12 11 или даже ну во сколько 10 часов в 5 в 5 мы стартовали в 4 по нашей информации должна была начаться стартануть уже данная трансляция но турнир начался на час позже в итоге 10 часов и это пока что рекорд из всех трех регионов самый бодрый оказывается именно АПАК Европа было что-то в районе 12 часов Америка почти 14 ну и азиатско-тихоокеанский регион пока что на отметке 10 часов ну плюс-минус там еще полчаса я думаю будет эфира примерно это может завершиться все прямо сейчас Миракл разбойник тут покажет класс хотя еще не исключено что одно включение нас ожидает с шестого раунда ну тут неплохо выглядят шаку и размен тотема прилива маны не вижу я если честно необходимость отдавать какое-то подражение сейчас шаку согласен шаку нет в своем увидит citizen up будем забирать обилку ну спорно ну понятно что ты опасаешься тотема поле у мурлоков каждый ход он будет спамить но давай сейчас фальшивую монетку во-первых у тебя меньше с полов под возможно продолжение под не знаю выход того же кровожадного злолиста на четвертом ходу ну шагу ну шагу ты начал бы получать value уже прямо сейчас ну такое знаешь супер защитное решение о вот это топ дек а не будем играть на все максимальный проспам и поход лицо тут правда две эволюции притаилась и скоро я думаю что не выдержит представитель южной поэтом ну эволюции круто хотелось бы увидеть дупель гангстеров заряся с водой кстати вот и хил на рогу только что там знаменитый ну что патчис ну а как тебе как же они служители лотоса по-моему да называется эта карта агенты лотоса тоже неплохо дополнительный добор хил на 6 здесь переходит еще один тотем поле у мурлоков также играется ну максимальный проспам есть жажда крови следующим ходом нужно будет сыграть данное заклинание минус шагу минус 2 зайстик ход переходит к сити зенапа еще конечно же проспам поле у мурлоков нужно максимально трейдить понимает прекрасно рога что дело пахнет керосином где-то жажда крови притаилась ну и тут за счет ударов в спину нет мы будем играть что он а почему так почему не злолист ну видимо и по слабой стол окей да не видит на кого вставать злолиста ясно понятно то там каменного когти забираем мы агент лотоса мурки и гидр кстати неплохой дроп и судя по всему первая эволюция что же мы получим весь микрох ну наконец-то а нет показалось агент салин плохо работает только хорошо шаман играет по столу оппонента да да просто по фану ну я думаю все понимают уже да чем все это закончится как бы вилка не была крута но но нет вилкой в глаз это закончится в один единственный мурлака который виднеется о смотри обратно может деградируем туда-сюда просто катать кручу-верчу запутать хочу но это было бы смешно по крайней мере это был такой четкий троллинг от ситизена но нет земной элементарь играем максимально value расчищаем стол не даем возможности разобрать жажду крови 29 единиц здоровья у меркала разбойница полная рука земной элементарь нет существ что делать вот этому шаману кто мне подскажет вилкой будет тыкать чистить тотемы еще топовые приходят как раз под способность героя противника неплохо сыграна подготовка держи говорит развлекайся украшение даст нам еще четыре урона ну окей будем проходить ну вот и вон клифф настало время гоблина подготовка иллюзии семерочку принимаем и лицом можем себя позволить и не такое дальше что еще провокация окей классная раскопка могла бы быть но и и нет на уж сильно зараженный турен это лучшее что вообще может быть сейчас у тебя пытается может быть найти выход из комнаты уже представить на корее так ну вообще бедный бедный моргал моргал грустит это точно 2 иллюзия залетает еще добираем картишек великан еще пламенного безликого давай заберем нет сегодня день аллакира астрологи объявили день аллакира аллакиры на шамане аллакиры на разбойнике больше аллакиров богу аллакиров вижу большого ванклифа очень большого вот тут еще парочка великанов добор в конце но бедный не сдался до южнокорейский нет нет какой какой ты что нет нет ну 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 ванклиф же понял сейчас бы в конце ванклифа не поставить и зрители не порадовать неплохо сыграно и 3-1 citizen naba оказывается сильнее там ухахатывается уже тоже киблер вместе с фродо на потому как ну это такая грязь я не знаю я уже чувствую что это огромные корейские глаза открывается все шире и шире полнены слезами ну бывает такое друзья случается ну и по сути мы уже все прекрасно знаем кто сыграл хорошо кто нет результаты стали известны еще минут так 10-15 назад поэтому ждем мы какого-то вердикта от судей вот он вот он все игре можно можно рассказывать лидерборд на ваших экранах девять представителей друзья ну подожди не только хоун имеет 6-0 в смысле он один он один да завозглавляет citizen naba gandam flame home b mage matuko machemp red street virtual имеют статистику 5-1 matuko matuko да вспоминаете вспоминаю как вначале то неистово катал залил кстати первую катку а дальше без ошибок вот тебе пожалуйста швейцарская система и увидим мы наверняка этого парня завтра ну будем надеяться посмотрим мы увидели матуку видели матуко матуко и ждем матуко матуко да почему так мы шутим друзья если недавно подключились то мы первые две игры на стриме на официальной трансляции видели этого парня это кстати было странно впервые это было странно не было подобных прецедентов в принципе в рамках всех отборочных в каждом из регионов чтобы повторялся участник тем более в первых двух турах это было очень странно показывает нам лучшие моменты я так понимаю сегодняшнего игрового дня вот мату матуко гандам флейм гандам флейм да один из с годными с годными заходами паренек действительно ну один из тех ребят которому сегодня завозило и действительно сильную игру показывал японский игрок ну здорово что друзья в общем выдался у нас интересный вечер в скобочках ночь переходящая утро в день утро в день поспать уже вряд ли получится потому как нужно подстраиваться под завтрашнее утро день но матчи выдались достаточно годными откровенно говоря по отношению к другим регионам наверное самый нельзя сказать слабый наверное слабым не назвать самые быстрые игры быстрые да вот это правильный да и были в то же время контроль противостояния да их было не так много но они присутствовали вот интересно посмотреть уже исходя из таблицы лидеров какие же коды там остались да там сто процентов больше агрессии но увидим завтра может быть нам покажут также и антиагра лайнапы чем черт не шутит контроль ну хочется надеяться что будет что-то новенькое потому как действительно сегодня буквально пара матчей мы успели посмотреть о том как контроль воюет друг с другом в остальном агрессия которая убивает контроль либо агрессия которая бьется против другой агрессии и в целом вот как-то так это все происходило ну что ж в любом случае несмотря ни на что мы сделали это первый день АПАКа Азия Тихоокеанского региона подходит к концу и спасибо вам большое то что смотрели были с нами провели это утро и обед насладились добрым Хардстоуном но мы будем постепенно откланиваться 5 у меня ошибка в названии группы было все правильно сейчас дядя Денис ладно мы сейчас это все обсудим спасибо друзья с вами были Игорь Безбородов и Александр Кравченко продолжение завтра в 5 утра по киевскому и московскому времени обязательно приходите Игорь с Алисами продолжит освещение АПАК завтра самые интересные игры так что оставайтесь на связи всем хорошего дня и до новых встреч пока